Семья Львовых и Чебоксар лучшая многодетная семья страны. Они победили во всероссийском конкурсе «Семья года». В гости к большой семье заглянула наша съемочная группа. За этим столом семья Львовых собирается практически каждый день. Папа Александр учит детей играть в пинг-понг. Яша почти научился подавать крученый. А другой сын Миша уже неплохо выполняет сальто на батуте. Что такое скурка, Львовы не знают. Вместе отдыхают и вместе работают. Вот этот Костик у нас молодой, новый. В этом году только его посадили. Уже цветет, сына своего приучают дарить девочкам цветы. Старшего, да? Старшего, да. Как джентльмен. Очень приятно, когда идешь из своего сада. Миша, возьмешь цветочек? Возьму. Большая семья – мечта Татьяны и Александра. Воплощать ее начали 18 лет назад. К тому моменту они воспитывали дочку Юлю и решили усыновить Аню. Познакомимся вместе на третий день после рождения. Она к нам в дом вошла, малышки совсем маленькие, маленькие, прималенькие. Они с Юлей друг без друга жить не могут и сейчас. Да, и сейчас, да. Раньше везде всегда вместе бегали. И живут девушки в одной комнате. Совсем недавно мне исполнилось 18 лет. И на мой день рождения родители подарили гирлянду. На ней расположены фотографии вот как раз по возрасту. Один год, два, три, восемнадцать. Очень люблю своих родителей. А это гитара. Ее мне тоже подарили на день рождения. Я очень хотела играть на гитаре, но заниматься в школе мне не хотелось. И мне подарили гитару. Я научилась играть на ютубе. Играть на гитаре, а еще хорошо поет. Я уйду, когда шум сменит тяжесть. Тишины ты молчишь, я молчу. Нам не о чем говорить. И пускай сотни раз обещал со мною быть до конца. Прекрасный голос – то, что объединяет двух сестер. Эти кубки за различные музыкальные конкурсы – их общая гордость. Талантами в семье Львовых блещут и самые маленькие дочки – двойняшки Маша и Даша. Этих малышек Львовы забрали из Екатеринбургского детского дома. Как взяли за ворота, вышли и все, тишина. Все, последние, да, мы принесли вещи. Нам их одели, они такие как куклы в розовых костюмах с мехом. Все такое, такие прям ягодки. Если девчонки занимаются творчеством, то мальчишки – коллекционированием. Еша собирает вот таких механических кошек и собак. У него уже шесть игрушек. Механические, они как живые. Есть поющие, есть ходящие. А этот, этот поет. В семье Татьяны и Александра шестеро детей. А еще две собаки, две кошки, рыбки и попугаи. Успевают справиться со всеми. Я вообще говорю, наверное, тяжело это с одним ребенком. Когда один ребенок, он требует к себе максимального внимания. Когда их двое, они уже друг на друга отвлекаются и взрослых затевают. А когда их много, чуть-чуть там, чуть-чуть там. И получается, что не так уж и много внимания. У них не виден и слышно, в принципе, что там. Уроки учат, они все вместе. И садик, и с школы там придут тоже все вместе. Гармония, взаимопонимание и любовь. Львовы делятся секретом своего семейного счастья. Ну, надо быть попроще просто. Все, люди, открытым надо быть человеком. Мы детям говорим, будь проще, и люди к тебе потянутся. А вы можете назвать себя действительно по-настоящему счастливой семьей? Да. А что нам еще надо? Надо кушать, перегрешать. Татьяна Леонтьева, Борис Андреев, Республика.